Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. 2899 одесситов получили прививки от коронавируса в минувшее воскресенье в 8 пунктах массовой вакцинации. Всего вакцинированы уже 65 тысяч горожан. Возможности для защиты от коронавируса необходимо расширять, говорили в ходе аппаратного совещания в мэрии. Центры вакцинации, которые организовывают в Одессе в выходные дни, самый популярный, однако далеко не единственный способ получить прививку, напомнили в ходе совещания. 15 мобильных групп ежедневно проводят вакцинацию в организациях и на предприятиях города. Учитывая, что осень не за горами, а с ней и возможная новая волна коронавируса, необходимо довести количество ежедневных вакцинаций до 10 тысяч в день, говорили на совещании. Вы не думали, а если после рабочего дня, заканчивается рабочий день и вот такие центры массовой вакцинации, чтобы они начинали работать в 19-20 часов? Геннадий Ильич, мы сейчас открываем большее количество таких центров и уже по субботам будут работать в наших центрах ЦПСМД 16 центров. И если будет запись, люди хотят на время вечернее, тоже сделаем, чтобы после 18, с 18 до 20. Давайте внедряйте, потому что можно ставить и нужно ставить амбициозные цели и задачи перед собой. Напомню, в центрах массовой вакцинации одесситы могут получить прививку китайской вакциной Коронавак. Также принимаются заявки на вакцинацию препаратом Pfizer для коллективов, где число желающих привиться не менее 50 человек. Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту для самолетов еще не открыли, но она уже стала местом проведения благотворительного забега, в котором приняли участие 264 спортсмена. Международному аэропорту Одесса устроили забег прямо по новой взлетно-посадочной полосе. Конечно, взлетно-посадочная полоса, которая совсем скоро, на нее приземлится первый самолет, и мы откроем новую в истории Одессы, в новейшей истории Одессы, да и уже в такой истории длительной откроем новую взлетно-посадочную полосу. Это один из самых больших инфраструктурных проектов, который длился практически 10 лет. В соревнованиях участвовали спортсмены-аматоры, в том числе и сотрудники Одесского аэропорта. Первым финишную черту пересек Олег Цибин с результатом 15 минут 28 секунд. Городской голова Геннадий Труханов поприветствовал участников забега и вручил награды победителям. Для нас это знаковое событие, и расставить акцент еще, что именно на взлетно-посадочной полосе, и расставить акцент в том, что она для людей прежде всего, для людей, для нашего города, которые будут приезжать, для гостей нашего города. Это все замечательно. Такое замечательное воскресное утро, спортивное, здоровое, с перспективой развития нашего города в данном случае, транспортом развития. Это, конечно, вдохновляет. Официальное открытие новой взлетной посадочной полосы состоится уже на этой неделе. 48-летняя женщина погибла в ДТП на трассе Киев-Одесса в районе села Желепово, сообщили в нацполиции. Автомобиль врезался в отбойник. Трасса Киев-Одесса в очередной раз подтверждает свой статус одной из самых опасных в стране. Автомобиль врезался в отбойник. Женщина, находившаяся за рулем, погибла. Также в салоне находились еще двое человек. У дочери водителя перелом руки, парень не пострадал. Полицейские устанавливают точную причину ДТП. 37-летняя одесситка выстрелила из охотничьего ружья в своего мужа. Ранение оказалось смертельным. В воскресный вечер для семьи, проживавшей на улице Агрономической, томным отнюдь не был. 37-летний мужчина, который, по словам его жены, злоупотреблял алкоголем, в очередной раз вернулся домой пьяным. Началась ссора, в ходе которой мужчина навел на жену охотничье ружье. Женщина схватилась за оружие и во время борьбы сама нажала на курок. Выстрел оказался фатальным. От ранения в грудь мужчина скончался на месте. Решается вопрос об объявлении подозрения в убийстве по неосторожности и избрании меры пресечения. Сообщили в полиции. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Население Одесской области продолжает сокращаться. В основном за счет преобладания количества умерших над числом рожденных. Кроме того, специалисты говорят о процессе старения жителей региона. Одесская область считается самой масштабной в Украине. Ее площадь составляет 33 314 квадратных километров. Однако по числу жителей в последние годы наш регион отнуть не в лидерах. По состоянию на 1 мая 2021 года в Одесской области проживают 2 млн 362 тысяч человек. Это 5,7% от всего населения Украины. И в течение четырех месяцев текущего года число жителей региона уменьшилось на 6,5 тысяч. За кількістю жителей область займає 6 место по Украине та поступається тільки місту Києву, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Харківській областях. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення, водночас зафиксований міграційний приріст. Володний рух у січніх віки в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року характеризувався зменшенням живонароджених на 233 особи та збільшенням померлих на 3275 осіб. На 100 померлих припадало 42 живонароджених. В последні роки в Одеській області смертність увеличивається. Сотрудники Главного управління статистики називають основну причину – пандемія COVID-19. За 4 місяці в Одеській області поверло майже 14,5 тисяч осіб. Серед причин смерті перші місце посідали хвороби системи кровообігу. Друге – коронавірусна інфекція COVID-19. На третьому місці – новоутворення. В серед інших регіонів України Одеська область знаходиться на четвертому місці за кількістю живонароджених і на п'ятому місці за кількістю померлих. Інтересний гендерний фактор. Ідеальна пропорція соотношення полов була вперві зарегістрирована в мірі в 1710 році. На 100 жін приходилось от 105 до 107 мужчин. С тих пор багатое змінилося і в Одеській області сьогодні превалирують жіншіни. Статева структура постійного населення Одеської області характеризується перевагою жінок над чоловіками. Так, потома вага жінок у 2020 році склала 53 відсотки, чоловіків – 47. На кожну тисячу жінок в області на початок 2021 року у середньому припадав 891 чоловік. Хоча, якщо визглядати вікові групи до 40 років, то за кількісним складом тут переважають чоловіки. Найбільший цей показник у віковій групі від 35 до 39 років. На тисячу жінок припадає 1128 чоловіків. У віці старше 40 років жінки переважають, і чим старша вікова група, тим більше перевагом. Також продовжується процес старення населення, говорить спеціаліст. В Одеській області продовжується процес постарення населення. За світовою практикою дуже високий рівень демографічної старості надається населення в території, де частка осіб у віці 60 років і старших загальній чисельності населення становить 18% і більше. По Одеській області цей показник у 2020 році становив 22,5%. Що касається національного составу Одеси, то данные в последний раз фиксували в 2001 году, во время всеукраинської переписи населения. В городе мирно уживаються украинці, русські, болгарі, евреї, молдавані, белорусы, арміані, полякі, грузіні, арабі, грекі, немці, китайці і представітелі многих інших народностей. Сокращению населения способствуєте то, що далеко не все сегодня готові обзаводитися потомством. Об економічних і соціальних причинах сниження рождаемости после новостей в програмі «Тема дня» розказує директор 1-го роддома Одеси, заслужний врач України Ірина Головатюк-Юзеф-Польська. Сюда нужно отнести також і общі заболівання, які приводять до бесплодію, і відсутствие у людей фінансів, тому що обычно лечение бесплодії – це достаточно затратний процес, і тут все завісять ще і від здоров'я жінчини. Але в основному, безусловно, родители відтягують як можна далі рождення дитина, тому що розуміють, що його содержання, як так можна говорити, уход за дитином требує достатньо больших средств. Це дійсно, на сьогодні це коштовно, але все ж таки люди продовжують народжувати, і сьогодні Національна служба здоров'я взяла на собі зобов'язання забезпечувати фінансування пологів та деякої частини щодо ведення воїтності. А чи виконує вона ці зобов'язання, бо все ж таки все розуміють, що є такі тарифи, які не викривають усі розходи лікарняних закладів? Ну, давайте я вам расскажу то, що є сьогодні. Ну, якби, по скільки я не тільки очевидець, але й пользователемо цих рідних. І, конечно, количество получаємих рідних завистів від колі understanding, які поступають до нас. І чем більше у нас родів, тим більше ми получаєм рідних, тим більше у нас запас прочності. Сегодня, в этом году, с апреля месяца увеличили на 2000 родовой пакет. Был 8 тысяч, сейчас 10 с небольшим копейками. Значит, 10 тысяч гривен – это стоимость и родов, и обычных родов, и кесарево сечения для жителей Украины. Движения транспорта по площади Толбухина организованы по-новому. Там увеличено число полос, появилась велодорожка, и теперь это не перекресток с круговым движением, а сложный перекресток со светофорной регуляцией. В Одессе продолжают менять схему транспортного движения на развязках с наиболее серьезным автомобильным трафиком. В этот раз изменения коснулись площади Толбухина. Что нового в данной схеме? Во-первых, данное перекрестство потеряло статус перекреста с круговым движением. Сейчас оно есть с холодным перекрестом, с светлофорным регулированием. Во-вторых, там появились велосмоги. Велосмоги, которые будут продолжать, смоги, которые начались на третьей станции Лёздорской дороги, будут проходить через площадь Толбухина, далее по Красново. В свою очередь водители отмечают, препятствуют передвижению к площади Толбухина, также регулярно перекрывающая правую полосу по улице Краснова очередь за фастфудом. И этот вопрос также надо решать. Напомню, это не первое изменение в схеме дорожного движения за последние дни. Совсем недавно перекресток улиц Заболотного и Бочарова стал кольцевым. Несмотря на то, что передвигаться на электротранспорте по трассе здоровья запрещено, ежедневно сотрудники муниципальной стражи и патрульной полиции останавливают там до 200 человек, катающихся на электросамокатах, сообщили в ходе аппаратного совещания в мэрии. Как выяснилось в ходе совещания, сами собственники, сдаваемых в аренду электросамокатов, пригоняют их на трассу здоровья. Туда, где передвигаться на этом виде транспорта запрещено. В целом, вот допустим, начало нашей работы по противостоянию, если так можно сказать, перемещению на самокатах и на всех этих электрических транспортных средствах. Снижение, если снижение, во сколько раз, как это происходит? Ну, я скажу, раза в три-четыре количество меньше того, что было. И они уже более спокойно реагируют, они знают, что они нарушают. Проблема в том, что собственники за ночь их на самокатах, мы изучали вопрос, потому что их большое количество, я поднимал камеры, думал, завозят машинами. Нет, они на самокатах через те места, где нету наших постов, на самокате завозят по нескольку штуки, выстраивают их на следующую ночь. Что касается городских улиц, возникла другая проблема. Покатавшись, люди оставляют самокаты в самых разных местах, что создает неудобства для окружающих. Поэтому в Одессе планируют выделить специальные места, где можно было бы оставлять электросамокаты. Так, скажем, организация мест стоянки находится у нас в процессе, да, то есть это такой процесс достаточно растянутый во времени, потому что мы сейчас собрали их предложение, теперь надо под это подвести юридическую базу, да, то есть как это использовать, то ли аренду твердого покрытия, то ли места для стоянок, там, парковок. Мы сейчас как раз с юридическим департаментом этот нюанс обсуждали. Напомню, в Верховную Раду внесен законопроект, регламентирующий пользование электросамокатами. В частности, предлагается запретить управлять электросамокатом людям младше 16 лет. Разрешить передвижение на них только в шлеме и только по специальным велодорожкам. А в случае их отсутствия по краю проезжей части дороги – улицы или обочины. Еще несколько десятков лет назад люди с инвалидностью часто оказывались заложниками собственных квартир. Однако сегодня их возможности становятся шире. В городе появляется инфраструктура, а различные организации отстаивают интересы этой социальной группы. В Одессе функционирует областная организация Украинского общества слепых. Там пожаловались, что тактильная плитка и пандусы, которые специально были обустроены для людей с инвалидностью, разрушили при строительстве заправки. В чем дело разбиралась наша съемочная группа. По этому межквартальному проезду, который соединяет улицы Варнинскую космонавта Комарова, часто передвигаются люди с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Ведь рядом фабрика, где работают слепые, дом культуры и другие инфраструктурные объекты для людей с инвалидностью. Для их комфортного передвижения в рамках городской программы «Равенство» оборудовали ограждение, тактильную плитку, пандусы. Мы связали предприятие, дом культуры, дом, где проживают слепые, и две развязки. Вот одна обстановка общественного транспорта на Варнинской и с противоположностью на Комарова в районе промсвязи. Там больше, там и троллейбусные остановки и прочее. Вот в этом идея, чтобы люди могли самостоятельно, без сопровождения, могли добраться к своему месту работы и к месту отдыха, имеется в виду библиотеки и дом культуры. Недавно в этом месте началось строительство новой автозаправочной станции. И если об автомобилистах позаботились, то колясочники и люди с нарушением зрения остались без возможности передвижения, говорит наш собеседник. Теперь здесь небезопасно. Там можно вывернуться, я же без помощи не могу ни съехать, ни заехать. Вы же сами видели. И если оставят такой бордюр, я на таком бордюре ломала свою коляску дважды. Сцепится просто редуктор, и электроколяска выходит из строя. Вообще, знаете, это такие деньги, потом все чинить и восстанавливать. Сейчас в проектной документации пока еще нет схемы согласования по восстановлению разрушенной плитки и пандусов, рассказывает Алексей Максименко. Представители компании ее обещают восстановить, однако пока что только на словах. Сначала разговор происходил очень сложно, мы вам ничего не обязаны. У нас есть подписание со службами, которые согласовывают эти все истории. Но потом, когда уже пошла реакция, они стали помягче. Подъехал заместитель КПС МЭП, вот мы там встретились. И теперь на словах, на словах они пообещали, что там будет как-то что-то восстановлено, и когда они будут сдавать объект, они это предъявили. Контроль за подобными ситуациями в первую очередь в компетенции чиновников. Однако на деле возникают юридические коллизии между столичными и местными органами, рассказывает Олег Прохоров. Такие объекты сложности, они не подчиняются местному ГАСКу. Соответственно, местный ГАСК не может прийти и проследить за их работами. А полномочия Киевского ГАСКа здесь, мы не видим их усилий для того, чтобы это создавалось. Вот это созданное какая-то юридическое несовпадение, недоработка приводит к тому, что будут страдать люди с инвалидностью. Сегодня на территории города проживают более 1170 человек, состоящих на учете в областной организации Украинского общества слепых. Сколько еще людей имеют проблемы со зрением, сказать сложно. Ясно одно, каждый из нас хочет иметь возможность выходить на улицу и находиться в безопасности. Однако без наличия развитой инфраструктуры для людей с инвалидностью это остается за рамками возможного. После проливных дождей, прошедших в начале лета, жители Черноморки оставались без единственной транспортной артерии. Теперь там идут ремонтные работы, которые профинансировали сами владельцы причалов. Однако нашлись люди, которые не только не рады укладке нового асфальта, но и препятствуют проведению работ. Здесь, на причале номер 129, нет дворцов и особняков. В небольших куренях отдыхают члены местного рыболовного клуба с семьями. Ветераны войны, которые вернулись с фронтом, они получали здесь участочек 2,5 метра ширины, 5 метров длины. Они строили здесь домик, получали место под лодку. И ловили рыбу 50, 60, 70 лет. Сейчас в этих домиках живут уже их внуки и правнуки. Дорога здесь была, говорят местные жители. Продержалась она около 30 лет. Но уже в прошлом году сюда не могли проехать ни машины скорой помощи, ни автомобили других спецслужб. А в этом году после июньских ливней ситуация стала и вовсе безвыходной. После обильных дождей нам размыл, обильные ливни, размыл спуск дорог. Образовался провал. Мы собрались со всем коллективом, жители Черноморки, наш причал. Нас проживают около тысячи человек. Собрались деньгами для того, чтобы засыпать этот провал и сделать дорогу. Потому что к нам в связи с плохой дорогой не может спуститься ни скорая, ни пожарная. Любая спецтехника и вообще техника не может. Ремонтировать дорогу начали в четверг. Однако тут же объявились люди, препятствующие восстановлению дороги. Соседи и рабочие недоумевают, что кому-то может не понравиться приведение в порядок этой территории. Ведь буквально на днях рискнувшую спуститься вниз машину, вверх пришлось толкать вручную. У нас есть паспорт базы. Этот паспорт базы называется суббазой, который выдает нам предписание Министерство юстиции. И там сказано, для того, чтобы существовала наша база-стоянка маломерных судов, мы должны обеспечить подъездные пути. Подъездные пути мы должны обеспечить для всех. Для полиции, для скорой помощи, для МЧС, для пограничников. То есть для всех оперативных служб. Не обошлось и без вмешательства полиции. Обе стороны конфликта составили заявление. Местные жители, в свою очередь, твердо намерены завершить ремонт дороги. Причиной обрушения перекрытий в доме Либмана стали нарушения, допущенные предыдущим исполнителям работ, сообщили в горсовете. Напомню, в субботу в здании, которое является памятником архитектуры, рухнули чердачные перекрытия. Люди не пострадали. Самое первое, чем связано, то, что предыдущий виконавец работы с грубыми порушениями виконувал работу, раскрыл эту здание, что порушило все договорные отношения между управлением, на основе чего и были прекратены договорные обязательства между замовником управлением. И сейчас уже выполняются новые закупления на выполнение этих работ. Управление капстроительства уже в третий раз проводит тендерную закупку на восстановительные работы. На данный момент определяется победитель торгов, отметил Василий Никитенко. Дом Либмана был построен в конце 19 века. Он является памятником архитектуры. По 300 долларов за родственника. Такую сумму предлагал уроженец азиатской страны, сотруднику СБУ, за то, чтобы тот помог оформить украинское гражданство своему родственнику и нескольким знакомым. А так как азиат и народ общительный, общая сумма взятки составила 1800 долларов. Сотрудник СБУ отказался от взятки, которую ему предлагал азиат и сообщил о правонарушении. Деньги злоумышленник, который уже является гражданином Украины, предлагал за содействие в оформлении украинского гражданства своим родственникам и знакомым. По 300 долларов за человека. Я давал эти гроши, чтобы решать этот вопрос, чтобы дать положительный ответ. Нарушителя задержали прямо в момент передачи денег, сообщили в полиции. Ему объявили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Правонарушителю теперь грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. В Украине и в Одесской области, в частности, установилась жаркая погода. Синоптики прогнозируют и аномальное повышение температуры. Все больше людей стремятся отдохнуть возле водоемов. И все больше появляется работы у спасателей. Нередкие и летальные исходы, сообщают в ГСЧС. И в очередной раз призывают соблюдать меры предосторожности. С начала нынешнего года на водоемах Украины погибли 665 человек, в том числе 70 детей, сообщают в ГСЧС. Только за 11 дней июля утонули 124 жителя страны, из них 16 несовершеннолетние. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю статистику. Основные причины гибели – купание в непредназначенных для этого местах и в нетрезвом виде. В воскресенье, в день рыбака, спасатели после двух суток поиска обнаружили тело мужчины, который еще 9 июля выпал из лодки в реке Днестр. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Через несколько дней откроются новые взлетки Одесского аэропорта, а пока первыми ее опробовали спортсмены и любители – участники благотворительного забега по взлетной полосе. Конечно, взлетно-посадочная полоса, которая совсем скоро, на нее приземлится первый самолет, и мы откроем новую в истории Одессы, в новейшей истории Одессы, да и уже в такой истории длительной откроем новую взлетно-посадочную полосу. Это один из самых больших инфраструктурных проектов, который длился практически в 10 лет. Коронавирус увеличил смертность населения в Одесской области, а превалирование смертности над рождаемостью ведет к планомерному уменьшению числа жителей региона. За четыре месяца в Одесской области поверло майже 14,5 тысяч человек. Серед причин смертей в первом месте посадали хвороби системы кровообъекта. Другой – коронавирусная инфекция COVID-19, на третьем месте – новоутворение. В других регионах Украины Одесская область находится на четвертом месте за кількостью живонароченных и на пятом месте за кількостью померных. Строительство новых объектов не должно проводиться в ущерб людям, тем более тем, кто имеет инвалидность. В переулке, связывающем улицы Варнинскую и Комарова, разрушили тактильную плитку и пандусы. Там можно вывернуться, я же без помощи не могу ни съехать, ни заехать. Вы же сами видели. Если оставят такой бордюр, я на таком бордюре ломала свою коляску дважды. Сыпется просто редуктор, и электроколяска выходит из строя. Это такие деньги, потом все чинить и восстанавливать. Водителям, которые едут через площадь Толбухина, стоит быть предельно внимательными. Там поменялась схема движения и появились велодорожки. Что нового в данной схеме? По-перше, данное перехрестя втратило статус перехрестя с круговым рухом. Наразі воно є складним перехрестем зі світлофорним регулюванням. По-друге, там з'явилися велосмуги. Велосмуги, які будуть продовжувати смуги, які розпочались на третій станції Лездорської дороги, будуть проходити через площадь Толбухина, далі по Краснова. Обо всех этих і других важних событиях дня ми расскажемо в наших следующих выпусках. Субтитры подогнали Симон.